В Славянском районе наработан опыт, который позволяет ему быть образовательной площадкой для представителей педагогического сообщества из других муниципалитетов Краснодарского края. На этот раз к нам приехали анапские педагоги для участия в выездном семинаре-совещании. Подробности этого события в первом репортаже. Считанные дни остаются до начала нового учебного года и педагоги стараются подойти ко дню знаний со свежими идеями, как использовать открывающиеся возможности для решения актуальных задач в сфере образования. Руководители образовательных организаций города-курорта Анапа, представители управления и Центра развития образования приняли участие в выездном семинаре-совещании по обмену опытом работы на тему «Современные ориентиры в области обучения, воспитания и дополнительного образования детей». Программа была очень насыщенная. Анапские педагоги посетили Славянский космопарк, в том числе цифровой планетарий, где посмотрели научный фильм с эффектом полного погружения. Были они, конечно, и в космическом классе. Воспитание будущих инженеров, а не очень необходимые России, нужно всемерно активизировать. В этом уверен педагог, заместитель директора по инновационной работе Центра дополнительного образования Славянска-на-Кубани Сергей Неделько, который и познакомил участников семинара с работой по приобщению ребят к космосу. «Что такое заниматься детьми с космосом? Мы уже лет 5 или больше участвуем во всероссийских соревнованиях по космической тематике. Это там дежурные по планете, олимпиады, НТО там при направлении есть, в дежурном там 6 направлений. Это такие, как спутникостроение, вот спутники вы видите, которые на столе, но они тут в принципе все летали. Летали в стратосферу на 30 километров, там съемки, кино есть, эксперименты научные». На базе первого лицея прошли тематические площадки. В ходе семинара были определены целевые ориентиры направления деятельности профессионального сообщества специалистов в области воспитания. Очень важен в настоящее время современный подход к трудовому обучению. «Научите ребенка трудиться. И научите ребенка, потому что мы все-таки сельская местность, еще трудиться на земле. Научите его элементарным навыкам самообслуживания. Научите его ценить труд людей, которые рядом с ним. А все это идет именно из, кажется, мелочей. Вот сегодня мы траву подергали, завтра мы все пополивали, послезавтра мы цветы высадили. Вот, кажется, эти мелочи, но это то, что дает ребенку вообще понимание ценности труда и ценности чужого труда в том числе. У нас всегда труд и физическая культура занимала одно из первых мест в учебном плане. Ну, я уже не говорю традиционно математика, физика, но эти предметы, мне кажется, особые предметы, а не то, что дают такие мировоззренческие идеи». Анапские педагоги познакомились с интересным опытом, наработанным в процессе преподавания. Конечно, он будет им полезен. «Наша основная задача – посмотреть, как это организовано, в первую очередь. Потому что, если, допустим, вот в Славинске на Кубани космический центр, то Анапа, допустим, сейчас на сегодняшний день славится школами с агронаправлением. И каждый муниципалитет для себя выбирает то направление приоритетное, которое он хочет развивать. И наша основная задача – посмотреть, поучиться, как это организовано, на какой основе, какие дети сюда приезжают, как организованы все экскурсии. То есть, либо это сотрудники этого образовательного учреждения, либо сотрудники центра какого-то организовывают. Поэтому это для нас, в первую очередь, интересно». Для руководителей учреждения образования очень важно иметь возможность учиться самим и активно делиться наработками, чтобы уже имеющиеся успехи рождали новые, особенно интересные практики других муниципалитетов Кубани. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».